Всем привет, ребята! Меня зовут Соня, и вы на моем канале. Сегодня я решила снять для вас такое видео небольшое о покупках одежды на теплое время года по скидкам в Америке. Поэтому, если вам интересно, то поехали! Первая вещь, которую я хотела бы вам показать, это вот этот свитер. Свитер сделан из кашемира, такого приятного, очень синего, насыщенного цвета. Я купила его в магазине Мэйсис, там продаются разные корнеры. Я вам напишу ниже, что за фирма этого свитера, потому что я сейчас не помню наизусть. Я только помню, что он стоил больше 100 долларов, 140, по-моему, долларов, а я его купила за 40 долларов, даже за 38. Я постараюсь оставить все ссылки ниже, для того, чтобы вы смогли посмотреть, может быть, тоже что-то заказать. Что я могу сказать? Что ясное дело, что свитер кашемировый, а значит, он очень теплый. Вот я сейчас с вами стою, разговариваю, и мне прям жарко. Он из такого плотного ткани, то есть плотной вязки, не просвечивающий никакой. Его можно комбинировать, я считаю, с любым низом. Например, сейчас я вам сейчас покажу, с чем я его комбинирую именно на этом видео. Итак, смотрите, на этом видео я одела его с кожаными шортами из Zara. С кожаными. Вот. Они очень классные, на высокой талии, с карманами, как я люблю. Мне кажется, что этот свитер отлично смотрится с этими шортами, но он бы также классно смотрелся и просто с черными джинсами. Потому что он такой базовый, универсальный, и цвет подойдет как блондинкам, так и брюнеткам. И так, следующий свитер, который я купила, точнее мне его подарили, но это неважно. Свитер Келвин Клайн, он тоже кашемировый и очень приятный к телу, такой мягонький, очень теплый. Он в размере М, но это мне даже нравится. Он такой немножко свободный, струящийся. Очень приятный бежевый цвет, прям просто подойдет ко всему. И сейчас этот бежевый оттенки в моде, поэтому тоже я очень довольна, очень рада этому свитеру. Классный свитер. И я сейчас также нахожусь в джинсах. Джинсы эти также Келвин Клайн. А, эту кофточку купили в Ти Джи Макс. Вы знаете, если вы смотрели мои предыдущие видео, то что в Ти Джи Максе продаются уже вещи по скидкам, но также это были, так как сейчас распродажи после Рождества, то он был еще по дополнительной скидке. В районе также 40-30 долларов. Эти джинсы. Джинсы фирмы Келвин Клайн. Я вообще не скажу тоже, что я огромный любитель этой фирмы, этого мистера. Вот, но эти джинсы классные, обычные, классические, черные, зауженные джинсы на высокой талии, ко всему тоже подходящие, к любой верх можно к ним надеть. И они, я купила в магазине Burlington, если я правильно произношу, то мой английский еще тот. И они стоили 16 долларов, вы не поверите. Обычно в этих магазинах с джинсами все очень плохо, там всегда какие-то гигантские размеры, куча дыр. Такие классические джинсы найти там было огромной удачей, тем более за 16 долларов. Единственный такой минус небольшой, то что они мне слегка великоваты в талии, но я вот купила ремень в этом же магазине, и он отлично сюда вписывается и держит все на месте. Значит, следующая вещь это обычная белая базовая футболка, такая немножко oversize. Обратите внимание, что она мятая, потому что у меня нет утюга, я самый лучший блогер по планете. Ну, мне кажется, и так все понятно, да. Единственное, что хочу сказать, я ее купила в H&M на черную пятницу, она стоила по скидке что-то около 6 долларов. И она размера S, и она реально большая. Мне кажется, я бы даже взяла XS. Ну, в общем, вот. Но зато такая свободная, на лето. Мне кажется, на любой сезон, да, можно белую футболку одеть. Она классно будет с вот черными джинсами, этими же самыми я ее надела. Также можно с шортами, с джинсовыми шортами. Мне кажется, это такая вещь, которая всегда и везде будет к месту. Как думаете? Следующее, что я хочу показать, это вот такая просто обычная, какая-то темно-серая, ближе к черному, водолазка из H&M. Я тоже ее покупала на черной пятнице. Она, я не помню, сколько стоила. Я постараюсь найти на сайте, если она еще там есть, и поставить ссылку. Я обожаю. Конечно, знаете так. Начнем с того, что я знаю, что это не супермодно, но это можно одевать под рубашку, например. И такую многослойность создавать. Но я даже люблю, вот просто встал с утра, думаю, что такое, блин, холодно на улице, что надеть. Надену вот такую-ка я водолазку, мягкая, приятная к телу. Просто заправил горлышко, шарф одевать не надо. Ну что может быть круче вообще, да? У меня есть такая красная, и вот я еще купила серую. Это моя самая востребованная вещь в гардеробе. Вот так вот вы меня можете увидеть чаще всего, когда я иду на работу в метро. Вот. Привет, последняя вещь, которую я хочу показать. Это вот этот красный свитер, также H&M. Я купила его на Черной Пятнице, он стоил что-то около 13 долларов. У него очень красивый, насыщенный красный цвет, рукава, фонарики. И, если это правильно я называю, вот, он смотрится очень нарядно. Если одеть, например, сережки какие-то более яркие, вот, например, сейчас у меня такие кольца. Я вам покажу потом поближе все сережки. И он будет классный как и на повседневную носку, так и, например, я его даже одевала в театр. У нас есть Кеннеди Центр здесь в Вашингтоне. Я ходила на мюзикл, и в этом Кеннеди Центре всегда очень холодно в зале. Как и вообще, в принципе, везде в Америке, постоянно везде холодно. Вот. И я надела этот свитер с черными брюками, просто украсила сережками, ну и каблуки. И это реально смотрелось празднично, и не так, что я вырядилась в каком-то свитере непонятном в театр. Вот. Поэтому очень классная вещь. Я довольна этой покупкой. И это также вообще XS размер. И он такой тоже очень овер... Овер-оверсайз. Последнюю вещь, которую я купила в H&M на Черную Пятницу по скидкам, это была вот такая шапка. Я просто, когда увидела, сразу поняла, что это та единственная модель шапки, которая правда мне идет. У меня есть такая бордовая. И вот я купила светленькую, поднимающую настроение в серые зимние будни. Вот. Она даже содержит шерсть, насколько я правильно поняла. И стоила она 13 долларов. Классная шапка. И последняя вещь, которую я хочу вам показать, это вот этот просто мой самый любимый в мире топ. На одно плечо, как вы видите. Я одевала его на Рождество. Ну и мне кажется, что его можно одеть просто в бар с девчонками на выходные, либо куда-то на свидание. Мне кажется, его можно... Просто любой низ... Ничто не может испортить этот классный топ из Зары. Он стоил, по-моему, изначально он стоил 50 долларов, но так как я купила его на распродаже. Он, по-моему, сейчас есть тоже на распродаже в Заре. Он стоил 25. 50% скидка. Его я одеваю просто с черными джинсами, с брюками можно одеть, с шортами можно надеть. Я думаю, что и с юбкой с какой-то, но я просто не любитель юбок в принципе, поэтому не знаю насчет юбок, но с любыми брюками, любыми джинсами точно его можно одевать. Вот, и он будет всегда... Любые сережки, я сейчас надела такие нарядные серьги, но мне кажется, любые сережки будут смотреться здесь уместно, потому что сам топ по себе такой привлекающий, так скажем, внимание, вот с таким плечом. Очень классный. Так же я не могу не поделиться с вами несколькими парами замечательных сережек, которые я купила на сайте Алиэкспресс. Вот эти одни из них. Очень красивые сережки такого серебряного оттенка, гвоздики. И они действительно очень красиво смотрятся на ушах, поэтому я рекомендую вам. Следующая пара сережек, которые я бы вам хотела показать, это вот такие длинные сережки. Они до плеч доходят, также куплены на сайте Алиэкспресс. Полностью сделаны из страз, и они пришли в идеальном состоянии. Очень красиво переливаются, все стразы на месте. Поэтому я вам могу их смело рекомендовать. У этого продавца также были более короткие сереги, но я выбрала вот такой длины. Еще одна предпоследняя пара, это вот такие сереги-кольца. Из, так скажем, жемчужинок, конечно, ненатуральных, но тем не менее на ушах смотрятся очень красиво и нарядно. Так что я их тоже могу рекомендовать. И пришли они, кстати, эти сережки очень быстро, буквально за неделю. И из последних я хотела бы вам показать вот такие серьги, очень элегантные. В камешек посередине перламутровый. Мне кажется, что подойдут к очень многим образом. И это сейчас форма очень актуальная. И в инстаграме у многих, у стилистов есть такие серьги. И вот я решила себе тоже заказать. Но я еще ни разу не надевала. Может быть, я когда одену, покажу вам в образе, как они будут выглядеть. Ну что, ребят, это была последняя вещь на сегодня, которую я хотела показать. Спасибо большое, что были со мной, смотрели это видео. И пока-пока! Подписывайся на канал! Субтитры сделал DimaTorzok